Официально в Советском Союзе осуждались и высмеивались те, кто не ходил на праздничные демонстрации. Полистайте крокодил того времени. Ну а неофициально в разговорах привычка массово выходить на площади, кричать «Ура!» в ответ на каждый призыв диктора из громкоговорителя, ну что уж говорить, смеялись над этим. Но сколько еще лет после 91-го года люди по привычке собирались за столом и упорно 7 ноября считали красным днем календаря, хотя бы по внешнему признаку. Вот прежде чем начнем беседу, репортаж о, наверное, самой заметной и интересной музейной экспозиции об Октябрьской революции. Внезапная, грандиозная, великая. Очень жестокая. Полный коллапс, хаос, переворот. Это было правильным, чтобы произошла революция. 102 года со дня Октябрьской революции, а единого мнения нет до сих пор. Накануне очередной годовщины в Музее политической истории России вспоминают тот самый Красный Октябрь. Студенты, пенсионеры, молодые родители слушают, затаив дыхание. События тех дней восстанавливают буквально пошагово. Ленин сюда приехал из эмиграции из Швейцарии в ночь 3 на 4 апреля 2017 года и поднялся сначала по этим ступеням, а потом по той лестнице, по которой мы с вами сейчас пойдем на второй этаж. Поднялся и остался на 4 месяца. В особняке Ксишинска, где сегодня располагается музей, вождь мирового пролетариата готовился к революции. В полной сохранности рабочий стол Владимира Ильича, телефон, будто бы вот-вот зазвонит, чашка для чая, быстрые наброски и записи. В наши дни февральскую и октябрьскую революции уже не разделяют. Говорят о едином процессе. Начинают и вовсе с Первой мировой. Историки полагают, что та война стала детонатором для Великого Октября. Корнилов – это человек, который для нас, кто интересуется историей революции, это олицетворение во новом контрреволюции. Это создатель Белой армии в 1917 году. Тельняшка-матрос, участника переворота, черно-белые кадры похорон жертв революции. В музее не дают оценок, только факты. В 21.40, 25 октября звучит холостой выстрел «Авроры» – сигнал к штурму зимнего. Та ночь и рассвет советской страны, как ни странно, сегодня вызывает гораздо больше эмоций, чем тогда. 7 ноября, 25-26 октября страна никак не отреагировала на приход к власти большевиков. Если мы с вами откроем газеты того времени, московские и петроградские, то фактически мы не найдем крупных статей, которые были бы посвящены вот этим событиям. С марта 1917 года власть уже была изменена, революционный процесс шел давно. Поэтому политическая нестабильность способствовала тому, что почти никто не понял, что произошло в стране. Понять пытаются до сих пор. В музее отмечают, сегодня почти 80% посетителей считают революцию настоящим переломом в истории страны, а приход большевиков к власти оценивают как положительный факт. Более скептичны представители старшего поколения. Для них эхо того легендарного выстрела звучит до сих пор. В институте я изучала упорно историю КПСС, марксизм, все съезды. Это все совершенно не соответствует действительности. Те же марксисты были уверены, что история всегда идет по кругу. Кто-то считает, что она не повторяется, и экскурсию слушают как сказку, страшную, давно минувших лет. Я думаю, что популярность событий 2017 года, которая сейчас очень растет в нашей стране, способствует тому, что да, возможно, это может и повториться. Мария Михайлова, Елена Куршук, Константин Корниенков и Евгений Турченинов. ЛЕН-ТВ 24. Итак, дорогие друзья, я с удовольствием представляю наших гостей и моих собеседников. Владимир Шайдуров, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России ЛГУ имени Пушкина. И Юлия Веретнова, начальник экскурсионно-выставочного отдела музейного агентства Ленинградской области. Здравствуйте, рад приветствовать вас в нашей студии. Добрый день. Добрый день. Прежде чем мы начнем беседу, в этот день, 102-ю годовщину октябрьской, для кого-то великой, социалистической революции, мы решили сделать опрос небольшой. Вообще, сначала мы хотели спросить, ну вот такое, как бы, у людей, как вы, уважаемые телезрители, относитесь к этой дате, но решили, что, наверное, какое-то общее место. И вспомнили мы, что, в общем-то, на центральной площади страны, на Красной площади, стоит до сих пор мавзолей, и там в нем находится тело вождя мирового пролетариата, которое, к счастью или к сожалению, служит символом и тех событий, и, в общем-то, 70 лет, которые наша страна прожила. Поэтому решили мы спросить, вот что, как вы думаете, будет ли когда-нибудь тело Владимира Ленина предано земле? Если да, звоните по телефону 8 800 511 72 64, ну а если считаете нет, то ваш номер 8 800 511 72 65. И я хочу отметить, звонок бесплатный, так что звоните, голосуйте в конце беседы или в середине, может, беседы, когда результаты уже будут. Мы итоги опроса подведем, номера будут все время на экране, так что, в общем-то, ждем, так сказать, ваших ответов. А давайте я у вас спрошу тоже, коль мы такой устроили опрос, как вы думаете, Юлия, как вы думаете, будет ли когда-нибудь тело Ленина предано земле? Если рассматривать мавзолей не только как место паломничества с точки зрения того, что там хранится прах вождя мирового пролетариата, но и как музей, и в этом контексте говорить об этом месте, то это спорный вопрос. Потому что как особое сакральное музейное место, может быть, для кого-то мои слова сейчас прозвучат кощунственно, оно имеет место быть. С точки зрения христианского отношения и моего собственного отношения как человека, я бы рассчитывала на то, что все-таки оно будет предано земле. Владимир. Соглашусь во многом с коллегой, и, наверное, мое мнение таково, оно будет предано земле, но не в ближайшей перспективе. Ну, я, пожалуй, с вами соглашусь, потому что действительно как-то хочется верить. Мы все-таки привыкли как-то мыслить в категориях нормальных, категориях общечеловеческих, и хочется верить, что такая вещь, как погребение, она все-таки произойдет. Но да, действительно, мы устраиваем опрос, то есть с таким прицелом на будущее, как вы думаете, уважаемые телезрители, но, как мне кажется, опять же, инициативы, инициативы, там, с той или иной, с другой стороны, оставить навсегда или перезахоронить, они, конечно, сейчас преждевременно. Ну, вот сравним в конце эфира все-таки наше мнение с мнением телезрителей. Давайте вот о чем поговорим. 7 ноября, вот этот праздник, я уже делился с телезрителями своими детскими впечатлениями, воздушные шары, демонстрации, крики «Ура», «Салат» и «Ливье». Мне было очень комфортно в детстве в этот день праздник, потому что это было очень весело. Как вы думаете, вот та ностальгия, которая, несомненно, присутствует, и по какой-то причине она в последнее время усилилась, ностальгия по этому празднику, вот эта ностальгия почему? По идеологической наполненности или по этим внешним атрибутам? Праздник, выходной, демонстрация? Ну, на мой взгляд, та романтизация, которая сейчас характерна для вот этого отношения к советскому прошлому, что проявляется и в создании многочисленных выставок или музеев, советского быта, советских игровых автоматов, советского автотранспорта и так далее, она в первую очередь связана с восприятием таким возвышенным и представлением о прошлом, как о неком идеальном месте, которое мы потеряли. И вот эта романтизация, которая транслируется через восприятие тех, кто жил в прошлую эпоху, и которая передается подрастающему поколению, она, с одной стороны, свойственна человеческой памяти, которая забывает все плохое, а с другой стороны, она все-таки, на мой взгляд, основана на том, что в прошлом вот эта идеологическая составляющая, она настолько была характерна для всей жизни материальной и духовной и так далее, что вот этого вычленения, допустим, так же, как у меня в моем советском детстве, оно не происходило, что это все было поставлено на идеологические рельсы. И поэтому вот эта романтизация в моем, допустим, восприятии прошлого, советского, октябряцкого и пионерского, она, на мой взгляд, вполне оправдана. Но при этом я отдаю себе отчет, что я романтизирую эти воспоминания. Ну, это да. Действительно, когда отдаешь себе отчет, это совсем другое дело. В принципе, я, наверное, не вижу здесь ничего такого странного или страшного в интересе именно к каким-то бытовым вещам, потому что бытовая история – это вообще отдельная составляющая, мне кажется, историческая наука, и это интересно, всегда интересно, что люди брали в руки, чем пользовались, на чем ездили там и так далее. Владимир, а вы как думаете, люди все-таки скучают почему? По атмосфере праздника или все же по тому наполнению, что вот идеологически в него вкладывалось? На мой взгляд, этот праздник за 70 с лишним лет советского периода претерпел определенные изменения. То есть изначально, естественно, была достаточно сильная идеологическая составляющая, но постепенно она выхолощивалась. И для советских граждан конца 80-х годов уже не было вот той идеологической наполняемости. В большей степени относились, вне всякого сомнения, как к празднику. Потому что после демонстрации, в которой большинство принимало участие, собирались за столом. И это был праздник, это было выходной, это была одна из тех, наверное, немногих возможностей, когда друзья, родственники собирались все вместе, обсуждали какие-то вопросы, обсуждали какие-то проблемы. И в дальнейшем этот праздник все-таки он потерял свою идеологию. При всем моем неоднозначном отношении лично к дате, мне кажется, вот у этого дня, именно как у праздника, исходя из того, что помню я, исходя из того, что говорите вы, в принципе, судьба-то его сложилась, этого праздника. Потому что неизбежно, что через десятилетиями какие-то вещи символизируются, сакрализируются и так далее, и праздник уже превращается действительно в какое-то некое атмосферное действие, коллективное при том, что да. Как нам правильно относиться к именно, ну мы все помним, там из школьного курса истории, мы проходили февральскую революцию, но как-то вот она была отодвинута на второй план, и совершенно меркла в тени великой октябрьской социалистической революции, хотя мы все отлично помним, площадь восстания в Петербурге, названа в честь как раз февральских событий, а не октябрьских, да. Вот как нам правильно относиться, тоже вот кто ответит, к октябрю, как к некому действительно центровому событию, или как одному из событий в ряду событий 1917 года? Вот можем ли вот именно выделять? Или это некая узурпация большевиками произошла? Ну, на мой взгляд, это одно из событий Великой Российской революции 1917 года. Потому что если бы не было событий в феврале, то вряд ли бы произошло и то, что имело место в октябре. То есть это цепочка, которая, собственно, и цепочка событий, которая и привела к октябрьским событиям. И насколько я понимаю, и в стране, в общем-то, отношение, там, как бы, февральская революция, это было заметно, это было событие, совершение октябрьских событий, по-моему, были не столь. Даже в сюжете у нас сказано, страна толком не поняла, что произошло. Вне всякого сомнения, потому что февральские события, они как-то нашли на тот момент больший отклик в общественном мнении. То есть, все-таки, свержение царя, свержение монархии, слом той политической системы, которая существовала на протяжении столетий, на тот момент имело гораздо большее значение звучание в обществе, чем те события, которые произошли 24-25 октября в Петрограде. По старому стилю. Да, по старому стилю. И, естественно, что эти события, ну, пока, вот в те самые дни, они оказались не столь заметными. Почему, собственно, и вот в то время было абсолютно разное толкование этих событий, переворот, захват власти. И, собственно, революция это событие будет называть уже гораздо позже, уже, собственно, в советское время. Юлия, скажите, пожалуйста, вот сейчас, как это преподносится в музее? Да, вот в музее, вот так, как Владимир сказал? Да, я соглашусь с Владимиром, и если вспомнить, в советское время музей зачастую выполнял именно вот эту роль правильного преподнесения событий 17-го года. И в 64-м году было постановление ЦК КПСС о повышении роли музея в коммунистическом воспитании трудящихся, где уделялась особая роль правильному толкованию, в кавычках, правильному, с современной точки зрения, событий 17-го года и становления нового социалистического государства и движения вперед к коммунизму. Естественно, сейчас музеи в своих временных выставочных проектах... Сейчас, вот одну секундочку, мне режиссеры подсказывают, что сейчас реклама, и так мы остановились на том, что было тогда, мы закончили. Вот, собственно говоря, на том, что сейчас. Мы продолжим сразу после того, как посмотрим рекламу на телеканале ЛЕН-ТВ 24. Не переключайтесь. Это программа «Студия-1». Продолжаем не праздновать, а обсуждать 102-ю годовщину Октябрьской социалистической революции. Итак, мы остановились на том, как сейчас. То есть вы сказали о постановлении 64-го года, в котором предписывалось, собственно говоря, в каком ключе преподносить Октябрьскую социалистическую революцию. Но, в принципе, ведь в этом и цель, и задача пропаганды. Жажда знаний у людей всегда, она присутствует. Главный вопрос, чем заполнить этот вакуум. Собственно, тогда с этим хорошо справлялись. Что сейчас? Сейчас музеи делают акцент на сравнительном анализе действительно событий, которые предшествовали 25 октября по новому стилю 7 ноября. Тому свидетельство те юбилейные выставки к 100-летию революции, которые прошли практически по всей стране. Приведу в качестве примера две выставки, которые понравились лично мне, как музейщику и как посетителю. Это выставка, которая прошла в Петербурге в Манеже. Она называлась «Петроград 1917. Хроника событий». Художник-экспозиционер Никита Сазонов при участии народного художника России Бориса Миссерера, где как раз показывалась хроника всего 1917 года с теми событиями и в политической, и в культурной жизни столицы. И проект музея-заповедника Царицына в Москве «Evolution, Revolution, Revision», где современные художники, российские и голландские, в тандеме размышляли на тему, а нельзя ли рассматривать революцию как определенный этап эволюционного движения человечества. А если вернуться к теме пропаганды в советские годы в музеях, вот этой составляющей о роли Великой Октябрьской социалистической революции, то проблема заключается в том, что очень многие музеи формировали свои фонды и коллекции, исходя из вот этой идеологии. И хранение и презентация этих фондов, она до сих пор существует в музеях, и ту работу, которую мы проводим сейчас, она как раз направлена на репрезентацию и новое осмысление вот этой истории. Вот вы интересную вещь, кстати, вот вы привели пример две выставки, а ведь обратите внимание, одна выставка, она с претензией на объективность, мы выставили все события, мы показали, как все было, посмотрите, сделайте выводы. Вторая выставка все-таки более субъективная, да, на мой взгляд, все-таки одной объективности, наверное, в истории недостаточно, потому что иначе она не была бы интересна, ее не было бы так интересно исследовать, если бы не было какого-то субъективного взгляда. Другой вопрос, что должна быть представлена, ну, вся палитра этих субъективных взглядов. Владимир, вот такой вопрос. Как правильно относиться вот к тем событиям? Я сейчас даже не про трактовку хорошо или плохо, я сейчас про то, ну, ленивый наш коллега-телевизионщик, там, в каких-нибудь юмористических там программах не провели опрос на улице, а кто такой Ленин, да? Ну, и все мы знаем, какие вопросы получали. Ленин там, там, Ленин здесь, Ленин там и в Великой Отечественной войне участвовал и так далее, да? Вот, все-таки, как правильно относиться к тем событиям, я имею в виду с точки зрения памяти. А нас, ну, как бы, насколько важно понимать, что они изменили, да не только нашу страну, они весь мир изменили, в конце концов. Именно с этих событий началось без пяти минут победное шествие коммунизма по планете. Ну, в данном случае нужно, наверное, говорить о том, что сегодня несколько меняется и трактовка, и даже не столько трактовка, сколько сам подход к оценке событий, к их изучению. С коллегой здесь соглашусь, музейные работники тоже в этом направлении двигаются. В прежние времена у нас эти события рассматривались именно с точки зрения государственной. А в последнее время гораздо больший интерес это событие и другие представляют с точки зрения, с позиции простого человека, именно с позиции истории повседневности. И вот как раз-таки, если в прежние времена у нас музейные коллекции и фонды комплектовались, исходя из того, что оставалось после известных персон, и это ложилось в основу фондов коллекции, то сейчас гораздо больше внимания и интереса проявляют именно к простому человеку. Как он в своих воспоминаниях, дневниках, каких-то записях, в письмах, фотографиях и в других, в документах отразил, сохранил вот эту память. И именно вот этот подход сейчас, наверное, будет одним из приоритетных. Ну это такой, это подход через призму человека, не через призму коллективного, да, через призму личного. Да, да. Вот, собственно говоря, как, однако, меняется, это скорее западный подход все же, да, вот именно так рассматривается событие, насколько я понимаю. Скажите, пожалуйста, вот что касается музейщика, ведь многие музеи, которые так или иначе входят в музейную ассоциацию, они были и созданы к событиям, по поводу, для чего-то и так далее. Вот как они переживали тот слом, который прошел в 90-е, да, когда, ну, в какой-то момент, мне кажется, было непонятно вообще, что говорить, потому что, наверное, как уважающий себя историк, музейщик, не мог огульно хаять все то, что происходило, как было тогда модно, да. Вот как пережили тот момент и к чему сейчас пришли? В музеях с 90-х годов возникли до того времени запрещенные темы. Темы, связанные с репрессиями, темы, связанные с подлинными судьбами тех героев, зачастую известных личностей, в домах, усадьбах, которых в поздние годы были созданы историко-кровеческие или там местные, народные, общественные, а позднее государственные музеи. И свое переосмысление того прошлого и памяти, которые хранят эти музеи, или пересмотр и создание новых экспозиций, музеи переживают до сих пор. В первую очередь, исходя из того, что многие привыкли рассматривать вот эту традиционную хронологию как верную. И сам подход к трансляции вот этого прошлого, ура, патриотического, пионерского, комсомольского и так далее, он зачастую во многих музеях и до сих пор предстает таким, как будто не пал Советский Союз. Я не хочу сказать за большинство музеев, но такое встречается. И хочу поддержать коллегу вот в этой истории о судьбе человека и в том, что произошло после октября-ноября 2017 года. Это характерно к нашему новому подходу к тем музеям, которые рассказывают о судьбах. Павла Егоровича Щербова, это известного художника-карикатуриста, его музей, который входит в состав музейного агентства, находится в Гатчине. Сейчас вы прямо с языка у меня вопрос следующий сняли. Вы порекомендуете какие-нибудь музеи для тех, кто интересуется периодом, вот именно тем периодом, да, 1917 годом, какие музеи в Ленинградской области вы бы рекомендовали посетить? Вот первый вы назвали. Первый я назвала, второй, это те музеи, которые они рассказывают напрямую о событиях, да, 1917 года. Но если ты вдумчивый посетитель, если ты можешь анализировать и сравнивать историю, судьбу, вынужденную миграцию, то это судьба Ивана Яковлевича Билибина, выдающегося русского художника. Его коллекция хранится в Ивангороде, в Ивангородском художественном музее. И это потрясающий музей-усадьба Рождествена. Напоминаю только единственное, что, уважаемые телезрители, поедьте в Ивангород, возьмите с собой загранпаспорт. Да, и музей-усадьба Рождествена, которая после 1917 года должна была перейти во владение Владимира Владимировича Набокова. Писателя, который практически не успев вступить в право наследника, был вынужден эмигрировать. Но судьбу Набокова мы все прекрасно знаем. И вот эта история в прошлом, музей, который рассказывал о колхозах, совхозах, которые находились на этой территории близ музея-усадьба Рождествена, теперь рассказывает о другом. Людей много? Люди интересуются этой темой? Да. Я думаю, к столетию, наверное, был всплеск. Абсолютно верно. Он сохранился или все-таки спад небольшой? Всплеск сохранился. И это связано не только с тем, что музеи предлагают какое-то новое прочтение. Но если вспомнить о том, что в 1918 году вышел отреставрированный фильм, вот эта хроника годовщины революции Дзиги Ветрова, потрясающе первое документальное «Немое, не игровое кино», которое как раз показывает весь спектр событий, начиная от буржуазной февральской революции, включая Октябрьскую большевистскую революцию, вплоть до начала гражданской войны в России. Кстати, возвращаясь к тем музеям, про которые вы сказали, которые, как вы отметили, как будто и не заметили, собственно говоря, что Советский Союз развалился, вообще на самом деле неплохая штука, если бы такие музеи оставались, мне кажется. Они сами по себе своим подходом уже тогда, как бы музейный подход, в общем-то, в этом музее. Другой вопрос, они не должны быть единственными для посещения, потому что мне, например, честно, было бы любопытно посидеть такой музей, в котором бы все было бы так, в рамках той идеологии. Кстати, музей политистории в нашем сюжете, который мы видели, они, в принципе, проводят целые мероприятия подобные, когда пытаются сохранить атмосферу идеологии тех времен. Там, конечно, все гипертрофировано, но все же. Владимир, интерес, вот на ваш взгляд, как историка, интерес к тем событиям, он в обществе упал, вырос. Как вы оцените? На мой взгляд, интерес к событиям, вне всякого сомнения, сохраняется. И тут нужно отметить одну достаточно интересную особенность. Если смотреть на статистику, на результаты опросов, то окажется, что к сегодняшнему дню в обществе в значительной степени определилось отношение к этим событиям, к событиям октября 2017 года. Если в начале 90-х годов было достаточно большое количество колеблющихся в своих оценках, это соотношение было примерно 36% опрошенных, говорило, что октябрьская революция – это хорошо, 37% – плохо. И что вот сейчас? Я сейчас буду коротиться. А сейчас порядка 46% – хорошо, 45% – плохо. То есть общество определилось. Как бы не относиться к этим цифрам, но когда, вы знаете, когда общество делится вот в таких практически равных долях, мне кажется, ну, я могу ошибаться, поправьте меня, но мне кажется, это признак некий здоровья все-таки, когда вот общество, когда нету однозначного осуждения, нету однозначного одобрения. Правда, ну, не мы придумали, правда где-то посередине. Давайте подводить итоги нашего опроса телефонного. Итак, мы спросили, как вы думаете, будет ли когда-нибудь тело Ленина захоронено в земле? Итак, 71% наших телезрителей считают, что да, его обязательно захоронят, и 29% считают, нет, он так и останется лежать в мавзолее. Коротко ваш комментарий по поводу результатов опроса. Ожидаемый, неожидаемый? Ну, скорее скажу, что это подтвердение здоровья в обществе. Такой результат. Согласен. Ну, что ж, спасибо большое. Времени у нас практически не осталось уже. В общем-то, спасибо, что пояснили, разъяснили. Я думаю, что, в принципе, для того, чтобы составить какое-то мнение, все-таки, ну, вот там 46%, 43%, все равно, для того, чтобы составить какое-то мнение, надо обращаться к профессионалам за знаниями, в том числе, как в музей ходить, пусть не только те, которые вы порекомендовали, но все же, историческую литературу читать, да, посещать вот такие выставки, где тебя ни к чему не принуждают, а только дают картину, в общем-то. Ну, и для того, чтобы выбрать, на какую выставку идти, видимо, тоже нужно обращаться к профессионалам за советом. Так что, спасибо вам большое, что были гостями сегодняшнего эфира. Я напоминаю, что мы не отмечали, но обсуждали 102-ю годовщину Октябрьской социалистической революции, а в студии были Владимир Шайдуров, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России ЛГУ имени Пушкина, и Юлия Геретнова, начальник экскурсионно-выставочного отдела Музейного агентства Ленинградской области. Я Виталий Лукашев, с вами не прощаюсь, увидимся через пару часов на ЛЕН-ТВ-24. Редактор субтитров А.Семкин